Для работников сельского хозяйства выездная форма работы стала уже нормой. Поэтому итоги отрасли животноводства подводить тоже решили не только по цифрам, но и на конкретных примерах. В этом сарае молочно-товарной фермы «Казанск» предприятия «Домановичи Агра» раньше находились бычки на откормке. Сейчас здесь разместились тёлки. Реконструкция сарая была проведена в прошлом году. Отремонтировали молочно-товарный блок, установили холодильное оборудование. Работы выполняли собственными силами, поэтому и обошлись они относительно недорого – примерно в 600 миллионов рублей. Реконструкцировали полностью весь, все группы тёлочек. Здесь же их производим осеменение, здесь же их производим раздой. Получаем от них приплод. При возможности, при раздое, здесь мы их осеменяем и продаем другую ферму. Средний удой на данный момент на этой ферме стоит 19 литров на одну голову. Таким образом, в хозяйстве разделили обязанности. Две фермы занимаются выращиванием тёлок до определенных весовых категорий. Ферма «Казанск» – своеобразный родильный дом для коров. И две фермы занимаются производством молока и мяса. Сегодня здесь находится 880 голов тёлок. Однако в этом году планируется расширение – до тысячи. Возможным это станет после реконструкции еще двух сараев. Всего же в области планируется строительство 43 помещений для скота. Половина из них пройдет по чернобыльской программе. Остальные будут строиться за счет собственных средств предприятий. Еще один немаловажный вопрос обсудили в ходе семинара. Сто дней до приказа. Так, в шутку и всерьез, аграрии используют армейские термины, отсчитывая время до начала весеннеполевых работ. Детально тему рассмотрели на примере СПК «Дружба-Овтюки». И главное направление работы сегодня – подготовка техники. А это ремонты, техническое обслуживание, обеспеченность запчастями и комплектующими. По области готовность составляет 69%. Среднеобластной показатель и в Мозырском, и Калинковичском районах. Есть ряд вопросов, проблем, но стараемся решать оперативно. Обращаемся за помощью в райагросервисе. Буквально рядом здесь у нас находится Мозырский райагросервис, который специализуется по ремонту энергонасыщенных тракторов, имеет большой объем запчастей по этой технике. Для ремонта техники по подсчетам комитета необходимо 150 миллиардов рублей. Цены усредненные, а точнее – до подорожания. Проблема с денежными средствами, наверное, была всегда. Но, как об этом говорится, уже много раз говорилось, что, в принципе, мы их зарабатываем, мы сегодня зарабатываем денежные средства. Мы сегодня стараемся производить больше молока, больше мяса, реализовывать его, получать денежные средства, которые направляют в том числе и на ремонт техники. Безусловно, есть немало вопросов, которые предстоит еще решить. Стратегию действий участники совещания обсудили уже на пленарной части совещания. Также и подвели итоги работы отрасли за прошлый год в цифрах.